ну что дорогие друзья всем привет с вами снова я Денис Хагов и магазин электротранспорта макбай буквально несколько дней на этом месте стоял флагман от компании mini motors dual drone thunder сегодня его младший брат dual drone spider limited edition почему limited потому что у него стоит батарейка 24 ампер часа почему spider потому что я делал такое небольшое близ и на мой взгляд spider интересен тем что он очень мало весит у него отличная подвеска и хорошая батарейка два мотора мощных правильные 10 дюймовые колеса с правильными покрышками на которых можно классно закладывать повороты и самое главное наверное момент это то что он при всем вот этом вот при всех своих возможностях и спецификации он колоссально легкий с такой батарейкой с двумя моторами с такой мощностью самокат который может разгоняться до 65 километров в час он весит всего лишь 21 килограмм и это действительно ощущается потому что я специально долго не ждал чтобы но между съемками двух двух самокатов а именно thunder и spider только все у того чтобы сразу же почувствовать вот это когда еще не забыл совсем как как это все было на тандере чтобы сразу же вот почувствовать этот spider и может чтобы можно было их сравнить покатался сегодня по городу вот как вы видите да такое видео сбоку постоянно присутствует то есть это где и как в каких условиях я катался стандартные дорожки стрезал часть частями стрезал по машинным дорогам частями ездил по велосипедным по тротуарам то есть но использовал старался его использовать во всех уже вариантах чтобы понять то есть вообще как это что это насколько это все удобно и и так далее мы и применим или вообще вот это вот именно вот такой вот самокат опять же городу и как конечное резюме домой ревью то есть купил бы я себе такой что я об этом всем говорится думаю ну что поехали по порядку первое да что сразу же я заметил это конечно же то что как только я его начал сноситься со ступенек в доме ситуация по сравнению стандаром конечно же сразу же улучшилась потому что он легкий действительно но его понимаете его можно взять там одной рукой но 20 килограмм то есть очень легко то есть везде где-то затащить подтащить его я вот в магазины тоже с магазинов то надо было мне там сдать документы заехал там фотоателье раз быстренько за собой его об занес он небольшой такой то есть легкий его легко можно легко можно заторбанить это огромный его плюс то есть вот этот именно такая мобильность к этому сразу же и минус да вот у него есть карбоновый руль конечно же да они его полностью облегчали они старались уложиться в рамки такие вот 20 килограмм облегчили и сделал ему карбоновый руль да он легкий классный более-менее удобный единственно только что вот эти поролоновые фигни они конечно же развалится у вас я думаю миссисочек вам придется их менять и они слишком узи но они развалили уже сейчас у меня в руках так стали я сколько проехался в городе но 25-30 километров проехал и уже чувствую как у меня уже начинаешь в руках вот этот поролон такой знаете остатки его это раз и два то что слишком узкие то есть карбон слишком узкие вот эти трубки и не очень приятно держать такие маленькие тоненькие знаете такие палочки в руках хотелось бы все-таки ручки такие поудобнее в этом плане ручки которые именно в call тронтандер и были намного удобнее это первый момент и это мой самый наверно главный косяк вот этого вот да но этого облегчения я знаю что много кто переделывает обратно это именно трудно складывается понимаете он достаточно широкий широкий действительно да удобно и надержать его удобно ехать удобно но понимаете когда его надо занести про нести через дверь ее на где-то надо завернуть или даже просто его тупо сложить вот этот руль понимаете это капец на все он прям мешает конкретно тут хотелось бы все таки чтобы он был складываемый ладно плюс там еще этих лишних полтора килограмма сверху но пусть он будет складываемый потому что так вот но так плохо так что вот так тот же самый ай дисплей у него как и везде с настройками я уже сразу говорится уже начитанный умный сразу залез сразу же поставил p7 поставил выставил чтобы не было никакой задержки у него чтобы не было никакого смягчения и p9 поставил на сто процентов по 93 на сто процентов мощности его чтоб сразу не экспериментировать так же сам присутствует два режима отключаемо передние переднее колесо то есть мотор передние электромотор и или эко режим все это как бы ну стандартно вот ну что встал и на нем поехал мощности конечно же до после тандра который рвет здесь мощности не хватает но как бы не хватает только в том плане что ты просто уже привык к тому что тандр понимаете он каждый раз просто рвёт 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 невозможно спокойно ехать этот мягкий он плавный даже с нулевыми настройками задержки вот этот p7 да все равно он можно не очень красиво и плавно передвигаться между людьми вот сколько по городу ехал очень аккуратно да он дается такие это когда надо да выдает мощность что касается максимальной скорости я не разгонялся максимум что если мне вышло разогнаться 55 километров в час и потому что понимаете но мощности не хватает да он разгоняется по прямой дороге он бы разогнался в конце концов и думаю 60 точно может быть чуть больше 60 с моим весом но просто время которое проходит за которых он это дело делает понимаете у меня просто не было столько дорог свободных то есть как бы но чтобы дождаться до этой скорости до 50 он достаточно бодренько разгоняется потом уже сложнее до 55 где-то около может 57 около 60 что-то такое это въехала когда ехал честно говоря уже даже не смотрел на на этот спидометр и ехал себе говорится ехал очень важный момент да то что я хвалил в тандере да это именно его тормоза not в тандере тормоза просто шикарные но ну что что ну там прям они меня действительно удивили то вот так же само меня удивили только в обратную сторону тормоза в спайдере потому что это полная лажа этот маленький 20 килограммовый спайдер со мной сверху нифига не тормозит ну вообще тормоза полное говно вот прямо соков простите меня все но это вот это вот сразу же в помойку меня даже была вот ситуация в городе гольфик такой там наш на на прокат сети беда меня не заметил я ехал себе у меня не заметил это сериально я понимаю что если бы он все-таки последний секунд не спохватился не пропустил меня я бы не успел тормозиться ну просто вот я еду там 35 40 я нажимаю и он просто не 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 схватывает не тормозит может быть можно регулировать там что-то но как по мне это надо выбрасывать надо ставить гидравлику или какую-то что-то более серьезное потому что говорю это не дело вы рано или поздно с такими тормозами на вернетесь тормоза помочь что мне очень сразу понравилось до с первого момента да вот это именно базовая его мягкость то есть он такой мягкий прямо то есть но смотрите видите как мягко он то есть прямо вот то есть он едет офигенно мягко прямо прямо обалдежно прям так едешь по этим семьям там отрабатывает прямо по этим городским всем плиткам но шикарно-шикарно такая прям, ну классно, классно мне понравилось, мягкость такая Тандер, он такой более жесткий это такой прям вообще как расклад, как этот самый как гамак такой, знаете, как на матрасе на нем, очень классно это плюс, и опять же я в прошлом видео, именно про Тандер говорил вам про то, что если бы Тандер сделать немножко мягче вот я не был бы уверен по поводу его устойчивости курсовой на большой скорости то вот прямо с этим самокатом так и есть, как 50 уже подходишь к 50, ну капец как страшно на нем ехать, и вот именно вот эти все кочки, он начинает на них вот так вот под тобой гулять, прыгать, понимаете срабатывает эта подвеска, и получается такой эффект нестабильности лучше бы уже трясло, если честно, знаете лучше же пускай трясет, чем вот так вот, знаете, ты так едешь ну до 50 нормально, но после 50 реально страшновато уже, начинаются неровности такие, прямо-прямо ай-яй-яй так знаете, поэтому то, что я и говорил что приходится выбирать, наверное то есть между мягкостью в городе или тогда уже большой скорости круиза на большой скорости именно, но жесткой подвеской вот, это такой важный момент, на мой взгляд и также я еще хотел бы отметить один важный момент, что понимаете, сам самокат-то не очень большой, то есть ну, можно сказать, он компактный, да а так как у него присутствует передняя и задняя подвеска то получается, что вот как вы видите на видео, да, что места для самой деки, его очень мало да, то есть оно реально очень-очень узкое, понимаете, когда ты становишься на самокат одна нога у тебя впереди но тебе надо поставить упор где-то поставить, понимаете, заднюю ногу реально, заднюю ногу хочется ставить ну, чуть-чуть дальше, понимаете, то есть ну, не так вот, это слишком близко Самокат, понимаете, самокат мощный Когда ты на нем нажимаешь на газ Ну что получается? Ты вот нажимаешь на газ, он раз И тебя откидывает Поэтому, чтобы каждый раз не хвататься руками за руль И вот не делать такое упражнение Ты должен подвинуться вперед Чтобы компенсировать вот эту нагрузку Телом, ну понимаете, склониться Из-за того, что места мало Получается, что ты чуть ли не через руль На нем наклоняешься, но не очень удобно И так же самое при торможении Наоборот, да, то есть назад Отклониться, когда по ямам едешь Назад, то есть реально У меня нога задняя стоит Все время вот здесь вот, на этой вот штуке То есть реально здесь надо удлинить Как-то вот так вот сюда вперед, назад, точнее Вот это вот так вот удлинить И с ногу надо ставить реально заднюю вот сюда вот Тогда будет удобно В таком базовом варианте передвигаться можно Но, я говорю, это не очень комфортно Но я поедал так прямо Ну прямо так, какие моменты наступают Прямо яйк, неприятно Понимаете, хочется, ну, хочется комфорта А когда ты стоишь вот так вот возле этого руля И эти ножки вместе Жмешь на газ и постоянно тебя дергают Единственное, что тебя удерживает Только твои руки на этом самокате Ну, как я говорю, что когда едешь на мотоцикле Ты держишься попой Держишься ногами за бак, понимаете Ну, есть чем упереться Ногами упираешься в лапки То есть в мотоцикла, да Здесь получается, что тебе, ну, единственное, говорю Или ты упираешь ногами, а здесь негде упереться Или тогда ты висишь на руках Но висеть на руках не самое удобное решение Вот, поэтому, говорю, с декой надо химичить Надо удлинять Еще один важный момент, да, что я не сказал в тандере Тоже из таких вот минусов базовых И то же самое присутствует здесь И здесь я уже об этом скажу Это то, что нету, когда ты самокат складываешь Нету здесь вот фиксации, понимаете Чтобы зафиксировать руль к самой деке Потому что ты его сложил И этот руль начинает во все стороны вот так вот болтаться Тебе его надо нести Руль этот на бок, колесо на бок И вот то же самое в тандере То есть я знаю, что интермаркетные такие Покупают, вставляют тут-тут И оно тогда есть, это фиксация Почему сразу не сделать? Ну, блин, за такие бабки самокат-то Ну, надо делать такие вещи сразу Это, ну, неудобно Неудобно сносить, неудобно заносить в машину и так далее Ну, постоянно этот весь руль Вот так еще, этот карбоновый руль Постоянно куда-то на бок Он еще торчит же, этот дно Он же не складывается, понимаете, да И он постоянно где-то бьется Что-то мешает, застревает через эти двери Его проносить тяжело Ну, не очень, не очень Ну, говорю, хотелось бы, чтобы это все-таки было сделано получше Про колеса, да Еще раз, отдельно Покрышками я во всем доволен Говорю, классно в поворот заходит Мне бы еще потренироваться денька 2-3 Это хорошо, знаете Я бы вообще вот так вот, наверное, заходил в повороты Ну, очень классно То есть, динамично все хорошо Единственный момент То, что маловато мяса И с моим весом в 96, я уже 90 почти не добил до диска То есть, реально, надо очень аккуратно То есть, на бордюры, когда заезжаешь, съезжаешь Надо все-таки подпрыгивать Опять же, да, это не там, где такая колодка, где все пофиг Здесь все-таки покрышечки маленькие И надо их беречь Потому что пробьешь диск, да Понесешь этот самокат уже в руках Вот такой, как бы, маленький недостаток Динамически Чисто городской вариант Небольшой, компактный, легкий, мощный По велосипедным дорожкам его хватает более чем За глаза 50 километров 55 километров в час, ребята, ну куда На самокате, везде на нем, везде Мощности хватает Да, в горку не так резво мой вес он тягает Но в небольшие такие горки Но он завозит без проблем Ну, нигде такого прям супер дискомфорта не было Ну, да, местами бывала такая более затяженная горка И, ну, он так скорость сбрасывает Ехал, там начинал 49, там 47, 45, 43, 42 Где-то на 40 остановил, 40 удерживал Горка закончилась, опять пошел в разгон Ну, опять же, да, хотелось бы, конечно В идеале хотелось бы, чтобы как ехал, так и ехал Как Тандер, да, там просто раз и заехал И даже вообще ничего Но, как бы, и тут тоже, ну, это точно не критичная ситуация Не критичная Я считаю, нормально Я считаю, что тянет он хорошо и достойно Этой скорости вполне хватает Маневренности хватает Руль, говорю, как бы я там на него не гнал На этот руль, но вот есть такой момент Один, здесь и посередине, да Очень удобно его вводить одной рукой Когда ты когда-то в магазин заходишь Вот берешь его вот так посередине За ручку просто, да И вот так вот его просто вводишь Очень удобное решение Я уже сразу же оценил Как-то инстинктивно схватил И сразу же прям стало удобно Ну, вот Есть минусы, есть плюсы Но вот говорю Говорю всегда так, как есть, да Заднее крыло сильно закрывает Цепляет за ступеньки Когда сносишь самокат То есть оно закрывает Чтобы эта вода не летела Но за слишком сильно закрывает Говорю, если хочешь по ступенькам снести То цепляет об ступеньке Не очень приятно Но он легкий Такой достаточно легкий Так его можно и так снести То есть, имею в виду Но просто взять его в руки И снести С запасом хода что у нас? Я его сегодня полностью заряжал Осталось 53% Сколько я проехал на нем? Проехал я 23 километра На тест-драйве И осталось 53% То есть, реально С такими тестами Еще 20 километров В лучшем случае То есть, это будет Значит, 40 километров И все И батарейки не будет Вот вам 96 килограмм Так вот Так же Подытожить, да Опять же, да За свои деньги Отличный продукт Немножко доработать Доработать тормоза К сожалению Косяк, да Но опять же, да Нет поворотников Но в этом варианте Они не очень нужны Фары Фуфло Ну, это везде Хотите нормально ночью светить Ставьте фары сюда Вперед Дополнительные Не вставьте вниз Это ошибки Я видел, как тюнингуют И ставят эти фары вниз Фара вниз Плохо Потому что она должна Светить сверху вниз Чтобы вы видели Не только Горизонтально Да То есть, когда свет Вот проходит И вы не видите Ни ям Ничего Вам вся дорога Понимаете Освещена только прямая часть дороги Яму уже не видно Она будет в тени Надо светить Сверху вниз Чтобы видеть Впереди себя В ямы Во все вот эти препятствия Понимаете Глупо ставить там Надо ставить выше Сюда И на мотоциклах Чему на грузовиках Ставят фары Высоко Сверху Чтобы светить Сверху вниз Чтобы было Лучше видно Понимаете Поэтому ставим Дополнительные фары Да Для велосипедных дорожек Для покатушек Для таких коротких Кросс перебежек По машинным дорогам Там где нигде Его хватает Участвовать полноценно В движении В трафике На нем Точно нет Не хватает Ни мощности Ни скорости Ни динамики Ничего не хватает Но как самокат Городской самокат Говорю что Я получил На нем удовольствие То есть Вот такого Передвижения Мне реально То есть У меня был И тест драйв И реально У меня были задания Такие как обычно Вот у меня бывают Съездить туда Сделать это В магазин Зайти туда Встретиться И вот как раз Он мне послужил Прямо вот этим вот Ну таким транспортным средством Классный самокат Я говорю что Я считаю что Вот это вот Последний Нормальный Адекватный Городской самокат Все остальное Это уже ребята Это просто сумасшествие То есть Если вы хотите Повыпендриваться Если вы хотите Погонять круто То есть Тогда там уже Да Лига этих сумасшедших Самокатов А так говорю Вот реально Даже для мужчины Такого как я Вот такого самоката По городу Кататься по делам Хватает выше крыши Все Такое вот Ревью Dualtron Spider Limited У нас их есть В продаже Целая куча И в Белоруссии И в Литве Можем вам выслать Наслаждайтесь Катайтесь Радуйтесь Классные Dualtron Продукты В комплекте Есть Пульт Можно включить Подсветку Все там Поменять Выбрать Очень красиво Светится В комплекте Одна зарядка Одна зарядка Заряжается долго Тандер вообще Заряжается Там сутки На одной зарядке Двумя зарядками Быстрее можно зарядить Поэтому Всегда говорю Всем Не жлобтесь Купите вторую зарядку Это будет намного быстрее То есть для вас Если вы там Вечером приехали Он полностью разряжен Чтобы в 7 утра Он у вас опять был заряжен Потому что говорю Вы Тандер Не зарядите за ночь Не зарядите Одна зарядка Никак вообще Поэтому Это важный момент И этот тоже Спайдер Ну тоже Зарядить можно Но Лучше двумя И быстрее И меньше парива Все С вами был я Денис Хагов Магазин электротранспорта EmagBuy Увидимся